Два года назад Фитиль рассказал о героической, но неэффективной битве чиновников с безработицей. Вести неравное сражение с 6-миллионной армией неработающих граждан, стратеги из службы занятости тогда решили с помощью массированной обработки основных позиций противника различными пособиями и дотациями. Какой смысл основную массу денег направлять на выплату пособий? Ведь можно направить большее количество средств на профпереподготовку. Время идет, но на трудовом фронте по-прежнему воюют не умением, а числом. Вместо того, чтобы воспитывать армию востребованных специалистов, чиновники продолжают за счет наших с вами средств содержать орду безработных. Не думают чиновники. Ну человек без работы, представляете, как он сидит дома, он переживает. Отсюда и количество самоубийств. Действительно, главнокомандующим центрами занятости думать совсем некогда. Они-то ведь как раз заняты. Возможно, разрабатывают новую генеральную стратегию, как отвоевать у государства еще больше денег на выплату пособий. Моя точка зрения такова, что пособие не расслабляет людей и не вызывает, как вы применили слово, лень. Дело в том, что пособие – это вынужденная мера государства оказать материальную поддержку гражданину. Сейчас в России официально считаются безработными 4,5 миллиона человек. И примерно четверть этого безработного войска поставлена службой занятости на полное денежное довольствие. Между тем, счетная палата Российской Федерации еще два года назад предупреждала, что тактику ведения войны с безработицей нужно менять и срочно переходить в контрнаступление. Деньги, выделенные на профессиональную переподготовку одного безработного, окупаются в среднем за 2-4 месяца. То есть каждый рубль возвращается за этот период и далее начинает приносить дополнительные доходы. Согласно методологии Международной организации труда, к безработным относят всех лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих любыми способами и готовых приступить к ней в кратчайший срок. Однако для многих обратившихся в службу занятости срок передислокации с одного места работы на другую может длиться более года. Почему? Когда приходишь в службу занятости, во-первых, ужасны эти очереди. Во-вторых, потом тебе предлагают такую работу, от которой, ну, ясное дело, хочется отказаться, потому что она низкооплачиваемая. В центр занятости я обратилась в ноябре прошлого года. Ну и как? Вам помогли? Нет, мне до сих пор не подобрали нужную вакансию. Для нашей категории вакансия... А вот бойцы, видимо, невидимого фронта из бывшего Советского Союза, к нам поступают регулярно и без посторонней помощи находят себе работу в России. Сегодня у нас больше 10 миллионов приезжих, чужих, рабочих. Кто нам мешает своих сперва поставить на эти рабочие места? Ну а пока количество чиновников в службе занятости медленно, но уверенно приближается к статной численности четырех развернутых пехотных дивизий. В центрах занятости это в пределах 40 тысяч человек сейчас работает, и в органах региональных в пределах 4,5 тысяч человек. Правда, по статистике более 50% россиян все равно пытаются найти работу с помощью друзей, родственников или интернета. Если хорошие друзья, то можно через друзей найти хорошую работу. По интернету, журналы, газеты. Вариантов, в принципе, много. Ну, меня устроили как бы по знакомству. В таком случае может быть сотрудником службы занятости организовать отдельные курсы повышения собственной квалификации. И тогда, возможно, незанятым гражданам работа будет находиться быстрее. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ